В эфире служба новостей Саров-24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте, смотрите сегодня в выпуске. Основоположники отечественного ядерного боеприпасостроения. Конструкторское бюро номер 2 отметило 60-летний юбилей. Всегда готово. В Сарове отметили День пионерии. Прикоснуться к истории. Наш город присоединился к всероссийской акции Ночь музеев 2019. Далее расскажем обо всем подробно. 60 лет назад на базе КБ-11 было сформировано второе тематическое направление, руководителем которого назначили сам Вэлла Кочарянца. Специалисты КБ-2 были первопроходцами в области создания ядерных боеприпасов. В Центре культуры и досуга в Нев прошли торжественные мероприятия, посвященные юбилею одного из основных подразделений ядерного центра. Ученые и исследователи второго тематического направления были первопроходцами в создании ядерных боеприпасов. В середине 20 века специалистам приходилось идти по незведанному пути и решать целый комплекс сложнейших научно-технических, технологических, испытательных задач. Они принимали важные решения, которые были положены в разработку, производство и последующую эксплуатацию ядерных боеприпасов. Должен отметить, что та заслуга, которую и те результаты, которые на сегодняшний день с трудом можно оценить, были произведены в самое короткое время. Разнообразное количество боеприпасов, разные условия, разные носители. Но одно самое главное. Все они вставали в ядерный щит, все они вставали на защиту нашей Родины. С поздравлениями к сотрудникам обратились руководители ВНИЭФ и вручили почетные грамоты и благодарственные письма Госкорпорации «Росатом» и Ядерного центра. Они отметили, что на базе КБ-2 сформировались уникальные научные школы, которые обеспечили надежность ядерного оснащения страны. Коллектив специалистов в конструкторское бюро сложил основы отечественного ядерного боеприпасостроения. За все эти годы мы с вами не имели ни одного серьезного инцидента с нашим ядерным оружием. Это говорит о том, что та школа проектирования, сопровождения и фактически сопровождения всего жизненного цикла ядерных боеприпасов, она уникальна, она совершенна. Руководители профсоюзной организации Ядерного центра Городской думы и администрации города отметили высокий профессиональный уровень специалистов конструкторского бюро номер 2 и вручили награды от имени Законодательного собрания области и города. Огромная благодарность за вклад в увеличение и сохранение обороноспособности нашей страны, за вклад в социально-экономическое развитие нашего города, за воспитание квалифицированных кадров и за участие активное в общественно-политической жизни нашего города. На сегодняшний день конструкторское бюро номер 2 владеет всеми современными технологиями, внедряет их в производство, развивает и совершенствует. Это направление, связанное с суперкомпьютерными, цифровыми и информационными технологиями, которые обеспечивают самый высокий уровень разработки боеприпасов, стоящих на вооружении нашей страны. Старая оконная рама повредила машину, припаркованную во дворе. Саровченко оставила свою машину возле контейнера для крупногабаритного мусора. Порывом ветра деревянную конструкцию вместе со стеклами опрокинула настоящий рядом автомобиль, в результате чего на машине было повреждено лакокрасочное покрытие. О происшествии Саровченко сообщила в дежурную часть полиции. Чем еще запомнилась в прошедшей неделе сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже. Мошенники под видом сотрудников службы безопасности банка попросили Саровчанку скачать приложение из мобильного интернет-каталога. Доверчивая женщина выполнила все инструкции. Впоследствии выяснилось, что она установила программу для удаленного доступа к мобильному телефону. И злоумышленники воспользовались этим в корыстных целях. Из помощи удаленного доступа мошенники перевели почти что все денежные средства, которые были на карте, на свой счет. Возбуждено уголовное дело по статье мошенничества. После общения с мошенниками Саровченко лишилась 9 тысяч рублей. Другая жительница нашего города отдала преступникам 370 тысяч. Схемы у злоумышленников стандартные. Одна из таких махинаций с объявлениями в интернете. 125 тысяч списали с карты Саровчанина, который решил продать свой садовый участок. Покупатели нашлись. Позвонили, попросили подключить, проделать некие манипуляции. Мужчина сразу не понял, что это. Оказывается, он подключил свою карту к мобильному банку, привязав ее к чужому номеру телефона. Что же касается КРА, что на прошлой неделе из нескольких автомобилей отечественных марок пропали аккумуляторы. Во всех случаях транспорт не был оснащен системой сигнализации. 26 мая волонтеры центра «Радость моя» посетят Потминский дом-интернат. Добровольцы просят горожан оказать помощь в сборе необходимых вещей. Требуются предметы первой необходимости и средств гигиены, а также кухонная посуда. С полным перечнем можно познакомиться на сайте «Православный Саров». Вещи можно приносить на гуманитарный склад по адресу улица Пушкина, 24А. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Утром 20 мая на перекрестке проспектов Мира и Музруково в районе Красного дома произошло масштабное ДТП с участием трех автомобилей. Как рассказали в полиции, в аварии пострадали два человека. Одного гражданина отправили в травматологический пункт КБ-50. Другого пострадавшего после осмотра отпустили домой. О регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей расскажут по телефону. 21 мая в региональном управлении Федеральной налоговой службы пройдет горячая телефонная линия для начинающих бизнесменов. Как правильно оформить свое дело? Что такое государственные реестры и для чего они нужны? На эти и другие вопросы ответят специалисты ведомства. Позвонить на горячую линию можно по телефону 8 831 416 2205 и 8 831 419 82 83. 3 июня в Сырове начнут работу летние дворовые площадки. Как сообщили в Центре внешкольной работы, для ребят будут организованы творческие конкурсы, турниры, спортивно-развлекательные программы и многое другое. Площадки будут работать по будням с 4 до 8 вечера. Дорожно-эксплуатационное предприятие приглашает на работу. Требуется водитель автомобилей, дорожные рабочие, автоэлектрики и уборщики территории. Заработная плата уборщиков начинается от 12 тысяч рублей. Водители, дорожные рабочие и автоэлектрики получают от 20 тысяч. Более подробную информацию можно узнать по телефону 992 14. В Сарове отметили День пионерии. Начался он со встречи рассвета на лыжной базе, а продолжился на площадке около Дворца детского творчества. Там прошла торжественная линейка с выносом знамений Союза детских организаций «Сияющие звезды». Сдача рапортов и награждения активистов. Подробности в следующем репортаже. Катя Макушина учится в третьем классе. Несколько дней назад ей повязали на шею красный галстук, она произнесла торжественную клятву и вступила в ряды пионерской организации 10-й школы «Республика Шкит». Девочка считает, что и сегодня быть пионером – это ответственное, почетное и важное дело. Ну, они все время нужны помогать другим, дедушкам, бабушкам, ну, подавать другим пример, если кто-то там, например, портит природу, а ты показываешь то, что ее не надо вредить, а природа же тоже живая. Каждый пионер – это неформальный лидер, за которым идут его одноклассники и друзья. Каждый из тех, кто вступает на этот путь, несет ответственность не только за собственное развитие, но и тех, кто идут следом. Я поздравляю вас с Днем Пионерии и желаю вам, желаю вам как можно дольше вот этот свой огонь внутренний, лидерский огонь пронести через всю жизнь и чтобы вы зажигали собой других людей и вели их за собой. С праздником вас! Пионерские объединения в Сарове – одни из лучших в России, отметил в своем выступлении Анатолий Зубилин, один из тех, кто стоял у истоков возникновения союза детских организаций «Сияющие звезды» в нашем городе. По его мнению, подходящий к концу учебный год показал, как много пионеры сделали в своей работе. Однако останавливаться на достигнутых успехах нельзя, нужно приложить еще больше сил в будущем году. Это год 75-летия победы в Великой Отечественной войне. И я от всей души желаю вам успехов в этом году, чтобы вы достойно встретили праздник Великой Победы. После завершения торжественной линейки пионеров ждал концерт, подготовленный силами детских и молодежных общественных организаций. Погружение в мир искусства. В 13-й раз по всей стране прошла традиционная акция «Ночь музеев». С 7 вечера и до полуночи были открыты двери музеев, библиотек, арт-площадок города. Саровчан ждала насыщенная программа с экскурсиями, мастер-классами, выставками, театрализованными действиями и творческими встречами. Насыщенная программа ждала Саровчан в художественной галерее. Для посетителей всех возрастов работали 12 площадок, где все желающие могли открыть для себя что-то новое и неизведанное. Например, в лаборатории «Пигменты Лайф» гости галереи учились создавать краски с помощью льняного масла и мела. Здесь же проходила викторина. Мы можем познакомиться с профессиональными названиями цветов. Каждый художник знает, какой цвет. В нашем обиходе мы знаем синий, голубой. Оказывается, они могут называться и королевской, и турецкой. Так вот, каждый может проверить себя еще в знании цветных вопросов. Особым подарком для посетителей художественной галереи стало выступление Ольги Белошицкой и ее воспитанников, которые показали танцевальные импровизации. В этом году «Ночь в музее» – это для нас такая площадка, в которой мы можем показать то, чего не можем показать в других местах. То есть это перформансы, где мы прямо находимся рядом с людьми, где нет сцены, которая нас отделяет, где мы можем показать очень странные, непонятные вещи, какие-то рискованные даже. Но при этом это такая встреча со зрителем. Еще одной точкой притяжения соровчан стал Музей ядерного оружия. Дети и взрослые с увлечением слушали лекции специалистов и рассматривали уникальные экспонаты, рассказывающие историю становления нашей страны в качестве ведущей ядерной державы. Вот мы решили нынче посвятить эту встречу с нашими гостями крупному юбилею, который будет 29 августа в этом году, юбилей нашей первой советской атомной бомбы. И вот, собственно, все доклады у нас здесь есть, все сообщения посвящены этому событию. Познакомиться с экспозицией Музея ядерного оружия можно, не дожидаясь следующей ночи музеев. В будние дни для свободного посещения музей открыт по вторникам и четвергам с 14 до 17 часов. 22 мая в Доме молодежи пройдет старт парад работ учеников архитектурно-художественного отделения детской школы искусств. Объемные композиции, созданные юными архитекторами, оживут на сцене и представлены перед зрителями в сочетании с музыкой, хореографией и другими направлениями искусства. Отчетное событие будет посвящено году театра. Подробности далее. Обычно картины художников и работы мастеров прикладного творчества показывают в галереях и выставочных залах. Ученики и педагоги архитектурного отделения ДШИ решили совместить прикладное и исполнительское искусство. Исплели воедино музыку, хореографию и объемные композиции. Результат такого творческого эксперимента можно будет увидеть на большой сцене. Наши работы, они немножко другого характера. То есть мы делаем какие-то вещи по своим эскизам и выполняем их в материале. Цель такая, чтобы эти работы ожили. До отчетного выступления осталось совсем немного. Юные архитекторы и дизайнеры доделывают свои работы, подклеивают детали, наносят последние штрихи. На архитектурно-художественном отделении они учатся разрабатывать эскизы, подбирать цвета и воплощать свои идеи в различных материалах. Ученица детской школы искусств Ксения Чапанова мечтает стать модельером. Работу на старт парад она готовила в несколько этапов. Сначала нарисовала эскиз, потом придумала цветовую гамму и потом из бумаги создавала уже макет. Отчетный концерт архитектурного отделения посвятили году театра. Вдохновившись темой, Ксения решила сделать из бумаги венецианские маски и выступить с ними на сцене. Перемещаешься в ту эпоху, в которой ты создаешь маску. Это очень круто. Каждая объемная работа, будь то маска или ажурный зонт, рождаются на бумаге. Юные художники сначала рисуют свои идеи, которые впоследствии становятся пространственными композициями. За годы обучения им предстоит постичь азы архитектурного проектирования. Они учатся проектному творчеству. Также у нас есть и рисунок, живопись, и изобразительная грамотность, черчение. Они осваивают компьютерную графику. Старт парад работ учеников архитектурно-художественного отделения пройдет 22 мая на сцене Дома молодежи. Начало в 6 вечера. На стадионе спортивного комплекса «Инер» прошел спортивно-кинологический праздник «Собака плюс я». Участников и гостей ждали веселые эстафеты, конкурсы костюмов, выставка. Породистые псы и дворняжки продемонстрировали все, на что способны, доказав, что главное в собаке все-таки не ее родословная, а преданность и любовь к людям. Подробнее о том, как проходил фестиваль, расскажем в следующем репортаже. Городской кинологический праздник прошел в нашем городе уже в седьмой раз. В этом году его участниками стали более 40 собаководов со своими четвероногими друзьями. На празднике были хаски, йоркширские терьеры, ротвеллеры, таксы и представители других пород, как всем известных, так и редко встречающихся в нашем городе. А люди, которые занимаются собаками, им это надо. И хотя бы один праздник организовать в городе, это, наверное, нужно. Но, тем не менее, это нужно еще детям для того, чтобы приучить их, чтобы они видели животных, любили животных и умели с ними обращаться и общаться. Помимо парада пород и эстафеты конкурсов, на празднике работала приглашенная из Нижнего Новгорода эксперт-кинолог. Она давала свои рекомендации для подготовки собак к различным выставкам. Я буду обращать внимание на породность собаки, то есть есть определенные стандарты, по которым я буду судить. А также я буду обращать внимание на темперамент и на подготовку, то есть как владелец будет показывать свою собаку. Праздник интересовал не только собаководов, но и тех, кто только мечтает завести собаку. Консультации об особенностях той или иной породы собаководы оказывали всем желающим прямо на месте. Например, Денис Кокошин, владелец хаски, рассказал, что такие собаки подойдут людям, ведущим активный образ жизни. Ну, как бы людям посоветовал, конечно, заводить. Это очень добрая порода, очень ласковая, но с ней, ей надо уделять много внимания в плане того, что ей пробежаться надо, прогуляться. По словам Дениса, хаски станет идеальным спутником, любителем велосипедных или лыжных походов. Также собаки этой породы отлично ладят с детьми и редко вступают в конфликт с другими животными. Это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Все вам доброго и хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова